30 января отмечался в народном календаре день Антона Перезимника и Антонины Перезимней. Народ на Руси в этот день веселился и говорил «Антонина зиме половина». При этом крестьяне прекрасно понимали, что впереди их еще ждут непростые времена, связанные с нехваткой припасов и корма для скота, а также суровые февральские морозы. Однако в этот день люди предпочитали радоваться увеличению светового дня и солнечному свету, а также верили, что уже совсем скоро придет весна. Возможно, поэтому считалось, что люди, родившиеся 30 января, отличались веселым нравом, а в качестве оберега от злых сил, сглаза и порчи им рекомендовалось всегда носить с собой оберег с александритом или хризоберилом. Приблизить весну можно было при помощи специальных колобков из толокна, символизирующих солнце. Этими колобками взрослые угощали на 30 января детей. Крестьяне в деревнях верили в то, что 30 января они могут так запугать нечистую силу, что она в течение целого года не подойдет к их домам. Правда, для того, чтобы это произошло, требовалось хорошенько потрудиться. Крестьяне выходили на ближайший перекресток и шли к себе домой задом наперед. Обряд считался выполненным, если человек доходил таким манером до своей избы и перед входом в помещение перечеркивал свои следы палкой или заметал их следом. Именины в этот день отмечают обладатели таких имен, как Антон, Иван, Савелий, Георгий, Павел, Виктор и Антонина. Народных примет на 30 января очень много, так как в народе считали, что Антон хитер со всех сторон и поэтому знает, но тщательно скрывает, когда наступит весна. Согласно народным приметам, оттепель на Антона на следующий день жди сильных холодов, а вот весна будет ранней и практически без осадков, зато рыбалка очень удачной. В народе считалось, что снегопад на 30 января к поздней весне, если белки скрываются стаями в одном дупле к длительным и сильным холодам, если месяц с крутыми рогами к солнечной и морозной погоде, месяц лишь изредка выглядывает из-за туч хорошему урожаю зерновых. В этот день часто случалась теплая погода, но наблюдательные люди говорили, хитер Антон со всех сторон, не верь теплой погоде зимой, не верь теплу на Антона, морозно будет. Что нельзя делать в этот день, согласно народным поверьям? 30 января нельзя тратить много денег, также сюда относятся еда, припасы и другие материальные ресурсы. В этот день принято трезво оценивать свои запасы, поэтому нельзя тратить их впустую. Лучше поэконом, тогда святой Антоний принесет тебе еще больше денег, благополучия и достатка. Также, согласно народным поверьям, в этот день нельзя отлынивать от работы. В этот день очень важно сделать максимальное количество полезных дел, быть трудолюбивой и воздержаться от линий и тотального безделья. А отдых лучше отложить на выходные. Также в народе считалось, что в этот день нельзя с кровати вставать на правую ногу. Желательно встать сразу на левую ногу, чтобы 30 января принесло удачу. В этот день также было принято совершать обряд, чтобы бедность ушла. Для этого брали банку, наполняли ее водой, на дно опускали все монеты, которые были в кошельке. Потом эту банку с монетами нужно поставить на весь день, на подоконник и на всю ночь. А вечером следующего дня нужно взять эту банку, выйти на улицу, вылить воду под дерево так, чтобы ни одна монета не выпала. И пока вода льется, нужно прочитать заговор три раза. Как водица утекает в землю, так и безденежье уходит следом. Да будет так!